Книга «Открытым оком. Тема покаяния». Том 5. Вопрос 1485. Сейчас епархии назначают специальных священников по связям с силовыми структурами и с казаками. Это так и должно быть? А почему сектанты не занимаются этими силовыми структурами, хотя всюду проникают довольно активно? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Вот несколько выдержек из газеты «Сибирский казак» 2003 под девизом «За веру, волю и Отечество». Создать детскую казачью организацию, обучиться обрядам, познакомиться с традициями. Архиепископ Мерклийский Никола, покровитель сибирского казачьего войска, поколение казаков, служивший более четырех веков государству российскому и вере православной. Два десятка казаков-сотрудников подразделения МВД «Тигр» были награждены за ратные подвиги в Чечне знаками казачьей доблести «Сибирский казачий крест». Специально приехал благочинный Третьего округа Кемеровской и Новокузнецкой епархии метрофорный протеерей Николай Бурдин, благословивший казаков. Утро 21 декабря началось с освящения двух икон – Антония и Феодосия Печорских. Эти две полутораметровые святыни в руках четырех казаков Барнаульской городской казачьей общины Божьим провидением символизировали связь веков и поколений казачества. В молитвенном преклонении застыли ряды казаков и прихожан. Для многих из них этот день станет значительным событием жизни. Многофигурные композиции икон дополняли строй казаков, святые образы сливались с ним в отблеске свечей и благодатном духе храма. С окроплением их святой водой они обретали святость. Молебен и освящение служил Владислав Лапердин, казак, постоянно работающий с казачьими организациями и неоднократно награжденный знаками казачьей доблести за заслуги в деле возрождения. Все продумано, весь ритуал символичен. Учащиеся дополнительно к основному учебному курсу изучают историю казачества, основы православия, рукопашный бой, строевую и огневую подготовку. Официальную часть начинает атаман Алтайской краевой казачьей общины полковник Юрий Алексеевич Белозерцев. На сцену приглашается войсковой казачий священник метрофорный протеерей Николай Бурдин. Он зачитал послания казакам Алтая, казаков и православных своего благочиния и преподнес в дар специально приготовленное знамя. Отец Николай имеет огромные заслуги перед казачеством. Величественно прошел ритуал вручения старейшим казачьим станицам специально подготовленных святых икон, украшавших праздничное оформление сцены. Я лично знаю Николая Бурдина, бывшего промпрокурора района. Он бесстрашный служитель правосудия, совершенно не боится ни греха, ни лжи. Еще служа на поселке Южном города Барнаула, он открыто поносил меня, называя по имени и фамилии, говоря в своей проповеди перед прихожанами в воскресный день, что я закупил за американские доллары, всю прессу и СМИ, что бросил жену и уехал с молодой, и прочие открытия. Когда я вел занятия с курсантами летного училища, а он в это время был назначен от Алтайской епархии, окормляющим все силовые структуры, то его фигура встала на пути моей проповеди, и меня изгнали от нескольких сотен курсантов. Но на прощание я сказал их генералитету, чтобы они упросили Николая Бурдина, Митрофорного, обязательно вести с ними занятия, но предупредил их, что он этого делать не будет, ему это и на дух не нужно. Через две недели руководство летного училища позвонило мне и снова пригласили вести занятия с курсантами офицерским составом. Они сообщили мне, что их попытка уговорить проводить занятия священников МП кончилась полной неудачей. Им ответили, что на это у священников нет времени. Во-первых, а во-вторых, кто им оплатит эти уроки? Это говорил мне офицер по имени Николай Павлович Мазур. По иронии судьбы, старейший Митрофорный протеерей Алтая тоже Николай Павлович. Один из них приглашает, а другой прилагает все силы, чтобы меня туда не допустить. А полковник Акопян Сергей Дживанширович сказал, мы поняли, что у той церкви нет будущего, мы им не нужны. Им нужны только их старушки. А у нас приготовлен прекрасный лекционный зал, наполненный дисциплинированными молодыми людьми. С жаждой слушать вас. Николай Бурдин совершенно не знает православной веры, даже ее основ. А если бы он знал про такую книгу, как Евангелие, то он среди казаков проповедовал бы обращению ко Христу, истинное покаяние, а не вел бы эту презренную игру в казаки-разбойники. Роли разбойников выполняют священники. Процитированные высшие места невозможно разбирать по Евангелию. Это все сцены и представления, красочное шоу, православная клоунадь. Мирское государство должно иметь прекрасные силовые структуры и защищать покой своих граждан. У государства могут быть идеи коммунистические, фашистские, тоталитарные. Это их право. Но при чем здесь церковь, церковь Христова? Плотские и невозрожденные люди ищут освящение своим беззаконием. А на это сегодня не идут даже самые лютые сектанты. На это идет только Московская карманная патриархия, созданная Сталиным и Берией в 1943 году. Иоанна 15.19 Если бы вы были от мира, то мир любил бы свое. А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Мир любит все оплошное, опоганенное, оязыченное, лишь бы только оно было красочным, с золочеными куполами. Вера казаков ничем не отличается от веры цыган. И для казаков православная церковь как подпруга для коня, держащая седло.